В Минске Такие компании возле магазина привычная картина, особенно в пятницу вечером. Впереди два выходных, чем не повод, чтобы отметить это дело? На наш вопрос, почему пьет, Степан отвечает с горя. Закодироваться никогда не хотел, мол, незачем. Просто иногда хочется чем-то душу угосить, больше ничего. Что за горе у Степана, мы так и не поняли. Его приятели поясняют. Потому что мало денег дают. Понимаете, малая зарплата, малая пенсия. И все. На работе надо к людям с уважением относиться. Но сегодня всей деревней обсуждают только одну тему. Беларусь признали самой пьющей страной в мире. Всемирная организация здравоохранения опубликовала аналитический отчет, согласно которому уровень потребления алкоголя в Беларуси 17,5 литров на человека в год. Мировой рекорд. В этой деревне, впрочем, думают иначе. Вот и Володя считает, что в Беларуси уж точно пьют меньше, чем в России. Сам там был, своими глазами видел. Пьяниц у нас нет. У нас есть культурно выпивающие люди. В выходной можно выпить? Можно. В рабочие дни нельзя. Все, какие проблемы. Минздрав в Беларуси также с ВОЗ не согласился. И сразу же выступил с опровержением. У нас достаточно высокий уровень реализации алкоголя. Но говорить однозначно, что наша республика является одной из самых ведущих стран в мире по потреблению алкоголя, это, конечно же, абсурдно, потому что я всегда говорю, что реализованный алкоголь – это не есть потребленный алкоголь. Главный нарколог Минздрава Иван Коноразов тотчас приводит пример. Недавний чемпионат мира по хоккею. В дни первенства продаж спиртного в Беларуси побили все рекорды. Мол, что же получается, в следующем отчете из-за иностранных туристов страна опять окажется в лидерах нехорошего рейтинга. Представитель ВОЗ в Беларуси Егор Зайцев подчеркивает, доклад составляли по данным за 2008-2010 годы. И что единой методики и вправду не существует. Но все же отстаивает свою позицию и аргументирует. Та цифра, которая была 17,5, она состоит из двух частей. И та часть, которая прозарегистрированная алкоголь, она остается неизменной, потому что это данные статистические. С пьянством в стране борются по-разному. Лишают премии, бесплатно кодируют, вывешивают портреты на доске позора. А вот еще на неделе по всей стране прошли выпускные. В Беларуси, кстати, единственной в СНГ, в этот день продажа спиртного во всех магазинах оказалась под запретом. Бутылочку, будто дешевого плодово-ягодного или шотландского виски, не продавали. Выручки меньше было? Конечно, да. В два раза? Почти. Почти в два раза. И вот они, результаты борьбы. Социальная статистика говорит, в прошлом году потребление алкоголя в Беларуси составило 11 с небольшим литров на душу населения. Это на 11% меньше, чем в 2012. Улучшить показатели намерены и депутаты. Хотят запретить продажу спиртного лицам моложе 21 года. Разговоры об этом длятся уже несколько лет. А ВОЗ и ныне там. В парламенте поясняют, сами белорусы против. Мол, как в армию, так с 18, а как шампанского выпить, так только с 21. Не согласны. Известный в Беларуси и не только доктор Алексей Ходоркин почти 30 лет борется с пьянством. За это время помог тысячам мужчин и женщин забыть о рюмке. Сам ездит по деревням, беседует с людьми, кодирует и убеждает. Жизнь прекрасна и без водки. Вы себе в карман положите. Ребята, я же на вашей стороне. Но просто закодировать человека недостаточно, уверен Алексей Алексеевич. Нужно и дальше помогать тем, кто наконец захотел начать новую жизнь. Я считаю, что на государственном уровне от каждой проданной бутылки водки или пачки сигарет 3 или 5 процентов должны быть направлены на реабилитацию вот этих больных людей, которые по мене в какой-то мере государство стали алкоголиками или стали курить и так далее, или стали переедать. Вот эти 3-5 процентов надо аккумулировать в какой-нибудь созданный государственный фонд, который на эти деньги, а деньги будут, поверьте мне, немалые, сможет создать новые рабочие места для тех людей, которые бросили пить. Значит, организовать их лечение. Санаторная, дома отдыха, профилактория. Николай Иванович когда-то был пациентом Ходоркина. И вот уже 5 лет трезвой жизни закодирован. Теперь раздает советы. Главное условие – захотеть не пить. Тогда все получится. Я от безделья, наверное, бросился в это дело, в пьянку. Все с работы? Ну и работы хватало, шапашки, все это. Все это выходило на деньги, а деньги, конечно, пьянка, как визия. Это ж что тут скрывать-то, все понятно. Поэтому такие вот дела. А это к добру не приводит. Здоровье гробишь, денег нет, семьи нет, в итоге остаешься один. Поэтому лучше, конечно, полечиться и быть, как все, на больные люди. За 5 лет у него многое изменилось. Нашел работу, вернулась жена. Но не все находят в себе силы бросить. Самый ходовой товар в сельском магазине по-прежнему – вино и водка. Самое дешевое вино у вас сколько стоит? 0,5 в 0,7. 0,5. 24,900. Это так называемые быстрые деньги в бюджет государства. Однако затраты на лечение алкоголика как минимум в два раза превышают прибыль от продажи спиртного. А это уже другой магазин, поменьше. Из спиртного здесь только пиво. Продавщица признается, как перестали водку и вино продавать, выручка, конечно, упала. Но работать и жить с тех пор стало легче. Наталья Козеев, Вадим Трусов и Елена Морозова для программы «Вместе» из Беларуси. Продолжение следует...